Творческий спор У нас на сегодняшний день ни одного памяти к военным разведчикам нет, как оказалось. Поэтому я думаю, что в селе Жавренко мы отдаем почин такой. И, наверное, здесь это знаково. Он – один из тех, для кого солдаты Великой Отечественной, образцы для подражания. Юрий Греков отслужил 20 лет в разведке. Четыре года воевал на Донбассе, получил ранения, но продолжает помогать участникам специальной военной операции. Переживает за сына. Он тоже там. Появилось в свободное время, изучил историю села Жаворонки. Так и узнал, что в 1941-м здесь находилась тренировочная база войсковой части. Вот здесь основная композиция, памятник. То есть, вот вы видите, как будет все это выглядеть примерно. А здесь – аллея славы. Аллея славы – это шесть героев Советского Союза. То есть, здесь будет описан подвиг, их портрет, и описан будет подвиг, что они совершили. Это уже монумент «Вечный огонь». Хотели небольшой памятник, получился мемориал в память об известных разведчиках, прошедших подготовку на этой базе. И тех, кто так и считается пропавшим без вести. Среди первых – пять героев Советского Союза, в том числе Зоя Космодемьянская. И один – герой России. На сегодняшний день границ, как ни странно, стал дороже брона. И поэтому вся работа будет сделана в бронзе, за исключением окружения леса. Лес я хотел бы сделать без бетона. Андрею Иванову презентуют макет мемориала представители Союза десантников России и Ассоциации ветеранов «Вымпел» и «Альфа». Готовы участвовать в его создании не только идейно и творчески, но и материально. Глава Денцовского округа идею поддержал, но предложил доработать. Нужно будет еще и полноценное благоустройство прилегающей территории сделать, чтобы люди могли приходить, останавливаться на машинах, гулять, лавочки, урны, освещение. Иначе это будет, ну вы, наверное, сталкивались, что бывают такие оторванные немножко от людей мемориалы. Туда мало кто приходит, только на 9 мая или на какие-то памятные даты. Хотелось бы, чтобы там жизнь была постоянно. На изготовление макета-мемориала у заслуженного художника России Геннадия Александрова ушло около месяца. Также быстро должны согласовать место его размещения и просчитать стоимость работ по благоустройству, чтобы заложить необходимую сумму в бюджет муниципалитета. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».